с вами николай пивненко проекте дата сегодня 16 февраля день архива минерга россии здесь 40 тысяч единиц хранения которые включают не менее 10 миллионов листов и множество электронных носителей на них зафиксирована практически вся история отечественной энергетики и множество важной информации по используемым сегодня технологиям и организации деятельности ведомства и хотя праздник у работников архива этой организации носят закрытый характер все мы с радостью поздравляем этих незаметных но вносящих столь важный вклад в нашу жизнь тружеников 1698 году родился пьер бугер французский ученый один из основателей фото разработал методы измерения силы света установил закон ослабления света руководил градусными измерениями в перу в общем человек который привнес очень много в науку в 1853 году родился владимир сергеевич соловьев русский религиозный философ поэт-публицист оказал очень большое влияние на русский символизм а в 1893 году 16 февраля родился михаил тухачевский маршал 1920 году михаил швейцер кинорежиссер народный артист страны некоторые его фильмы бегство мистера макинли золотой теленок мертвые души 1941 год день рождения второго лидера к ндр ким чен ира день рождения называют день сияющей звезды за большие заслуги перед корейской нации за ким чен иром навечно закрепили высшие руководящие посты которые он занимал при жизни генерального секретаря трудовой партии кореи председателя государственного комитета обороны о забытиях этого дня 63 год землетрясение в помпеях оно как известно описано сенекой за 16 лет до гибели города в результате извержения везувия вулканы в то время были очень частым явлением в этих местах античный барельеф изображает падение храма в городе помпеи во время этого землетрясения они завершаются знаменитым самым сильным извержением вулкана 79 году в результате извержения полностью погибают несколько городов 1571 год иван грозный утверждает первый в россии воинский устав приговор о станичной и сторожевой службе разработаны воеводы михаилом воротынским 1957 год президиумом верховного совета ссср утверждается медаль за спасение утопающих ею награждались спасатели и любой человек любой страны за смелость отвагу и самоотверженность которые проявлены при спасении людей на воде сейчас в россии эту награду называют за спасение погибавших она действует с 1994 года и количество награжденных приближается 10 тысячам 1959 вступление фиделя кастро рус на пост премьер-министра республики куба он формирует новое правительство из числа своих сторонников осуществил национализацию имущества американских компаний на кубе и крупной кубинской буржуазии что вызывает конфронтацию в отношениях сша и приводит к разрыву дипломатических отношений в поисках союзников обращается к ссср который оказывает ему полную поддержку 2005 год вступает силу киотский протокол международное соглашение сокращение выбросов парниковых газа в атмосферу для сдерживания глобального потепления изобретение дня в 1937 году 41-летний олес хьюм коротерс химик исследователь патентует нейлон один из самых женственных предметов дамского гардероба чулки изначально был создан для мужчин их придумали арабы затем с чулками познакомилась европа они были шелковые или бархатные только в двадцатом веке чулки полностью переходят женский гардероб а потом появляется материал будущего нейлон на разработку формулы которого ушло 12 лет адипамид полигексометилен таково полное химическое название этого чудо волокна согласно самой популярной версии слова нейлон коротерс составил из названий двух городов нью-йорка и лондона события произошедшие впервые в 1968 году в городе хейли-виль штате алабама появляется первая телефонная служба спасения телефон 911 в 1976 в ссср с конвейера камского автомобильного завода сходит первый автомобиль марки камаз машина которая уже тогда считалась супер грузовиком может поэтому камаз до сих пор что называется при деле ну и последнее 1900 год в лондоне выходит первый единственный роман у инстона черчилля соврала начале месяца книга появляется в продаже нью-йорке роман написан тремя годами ранее в индии возможно он и пополнил бы плеяду выдающихся английских романистов но в октябре 1900 года 26-летний черчилль избран членом палаты представителей от консервативной партии и начинается блестящая карьера будущего премьер-министра великобритании как бы то ни было но в пятьдесят третьем году черчилль удостоился нобелевской премии именно по литературе так что никогда не поздно первое написать свой собственный роман второе получить нобелевскую премию с вами николай пивненко в проекте дата и и и Продолжение следует...